В настоящее время идет увеличение количества операций на органах желудочно-кишечного тракта и одной из слабых мест в этих операциях в послеоперационном периоде являются анастомозы и проблемы с ними. То, что привлекает эндоскопистов, это две основные особенности этих анастомозов, то, что они могут структурироваться и могут происходить несостоятельность анастомозов. Начнем со структуры анастомозов. Достаточно актуальная проблема, потому что большое количество этих анастомозов может суживаться в течение послеоперационного периода, что приводит к значительным проблемам и снижению качества жизни у пациента, и нарушению пассажа и кишечного содержимого, и нарушению питания. При этом не только жалобы пациента являются показанием к нашему эндоскопическому лечению, но и невозможность проведения стандартного диагностического эндоскопа, потому что больший пул этих пациентов являются онкологические пациенты, и наблюдать их нужно с использованием качественной техники, которая обычно имеет достаточно широкий диаметр. При применении эндоскопии мы можем использовать электроинцизию рубца, дилатационные методики, инициирование глюкокортикостероидов, а также стентирование этих структур. Основной, наверное, структур анастомозов является электроинцизией этого рубца, потому что эти структуры в основном короткие, сформированы за счет короткого протяженности, но грубого рубца, которые не очень хорошо поддаются расширению дилатационными методиками, а вот электроинцизия этого рубца дает превосходные результаты. Кроме того, эта манипуляция характеризуется низкой частотой осложнений и крайне высокой эффективностью. При этом можем использовать различные типы инструментов, разрез производится в нескольких радиальных направлениях, таким образом мы стараемся сделать эту структуру симметричной и задать ей правильные направления для расширения. Кроме того, при применении этой методики очень важна хорошая визуализация во время манипуляции. Для этого мы используем дистальный колпачок, а также помпу для омывания и желательно, конечно, такого пациента смотреть по внутривенной седации для того, чтобы можно было спокойно работать. Дилатационные методики используются как баллонные дилататоры, так и бужи. При этом нужно отметить, что эффективность этих методик сравнима, поэтому каждый эндоскопист для себя выбирает тот метод, которым он владеет лучше всего. Нужно отметить, что стоимость бужирования, конечно, значительно ниже, чем использование одноразовых баллонных дилататоров. При этом нужно учитывать расположение этой структуры, потому что не всегда при близком расположении структуры к анальному каналу или к кустью пищевода не всегда возможно применение баллона, так как его тяжело спозиционировать. Поэтому здесь метод выбирается в зависимости от ситуации и в зависимости от предпочтения эндоскописта. Инъекции к глюкокортикостероидных гормонов – это дополнительная опция к дилатации или рассечению. Она используется перед или сразу после сеанса дилатации. Они стараются производить инъекцию из четырех квадрантов по окружной структуре, а если это протяженная структура, то каждые два сантиметра. При этом по данным исследованиям не выявлена достоверная разница, какой именно глюкокортикостероидный гормон мы вводим. То есть возможно применение любых глюкокортикостероидных гормонов. Но эта методика не имеет стандартизированного подхода, нет абсолютно четких рекомендаций, сколько делать этих инъекций каждый сеанс баллона дилатации или через один, или однократно. И, конечно, сложно оценить эффективность этой методики, потому что структуры все разные, все по-разному подаются дилатации. Но как дополнительная опция она улучшает наши результаты. Кроме того, отмечено, что проведение системной терапии глюкокортикостероидов не дает таких эффективных результатов, как местное использование гормона. Максимально эффективной методикой является комбинация вышеперечисленных методов. Доказано, что отдельно дилатация имеет эффективность порядка до 85%, а вот сочетание ее с электроинцизией позволяет нам достичь практически 100% результата. При этом при использовании электроинцизии мы подготавливаем структуру для баллонной дилатации, то есть создаем направление вот этих контролируемых разрывов. И мы получаем равномерное расширение структуры, а не разрыв ее в одной части, что может привести к перфорации органа. Учитывая то, что у достаточно большого количества пациентов после операции на толстой кишке формируется превентивная илиостома, или превентивная колостома, перед восстановлением этих пациентов обязательно нужно смотреть, потому что эти анастомозы низкие могут подвергаться полной облитерации практически незаметно для пациента. Полная облитерация анастомоза также подлежит эндоскопическому лечению, причем достаточно стандартным методом. Сначала мы восстанавливаем просвет любым доступным методом, это и рассечение на БУЖЕ, и функция под контролем второго эндоскопа, рассечение на трансиллюминацию второго эндоскопа, а потом уже баллонной дилатацией и досечением этого рубца мы достигаем необходимого диаметра. На данном видеослайде представлен пациент после низкой передней резекции прямой кишки с формированием превентивной илиостомы. Перед восстановлением непрерывности толстой кишки пациент пришел к нам на контроль, было выявлено, что его анастомоз подвергся полной облитерации, просвета не было никакого, даже миллиметрового. Одним эндоскопом мы заходили с анального конца, другим через илиостому, и на свет выполнен минимальный разрез, а затем уже контролируемо просвет доведен до оптимального, и баллоном дело все это завершилось. Спустя 4 месяца в режиме однократно баллонной дилатации раз в 1-2 недели вы видите превосходные результаты, которые позволили пациенту расстаться с илиостомой. Стенды при доброкачественных структурах. Это достаточно спорный вопрос. Точно можно сказать, что стенды при доброкачественных структурах обязательно необходимо извлекать. Это не злокачественное образование, и эти пациенты не должны навсегда оставаться со стендом. Очень сложно подобрать тот стенд, которым можно достичь всех необходимых опций для расширения этой структуры. Непокрытые стенды, они достаточно хорошо прорастают грануляционной тканью, тем самым фиксируясь в зоне структуры. Но когда мы их извлекаем, мы травмируем стенку, усугубляем рост грануляционной ткани, и таким образом мы можем получить гораздо более протяжённую, упорную структуру, чем испортим жизнь нашему пациенту. Частично покрытые стенды также обладают этим свойством прорастать грануляционной тканью, плюс у них гораздо выше риск миграции стенды. Более-менее подходят полностью покрытые стенды. Они меньше прорастают грануляционной тканью, но в краях риск роста грануляции также сохраняется. Можно получить три структуры вместо одной, а также имеется очень высокий риск миграции. Поэтому этот пациент, вместо того, чтобы прийти к нам однократно, будет каждый раз приходить на подтягивание, позиционирование этого стента. То есть мы не получаем того эффекта, которого хотим добиться, чтобы поставить стенд и отпустить пациента на какое-то протяжённое время, чтобы он просто не ходил каждый день к эндоскописту. Существуют заявленные более оптимальные стенды. Это пластиковые стенды, которые имеют меньшую реакцию окружающих тканей, но они большого диаметра, их очень сложно расположить в структуре, а также у них очень высокий риск миграции. Зафиксировать их достаточно сложно. Биодеградирующие стенды хороши тем, что их не нужно вытаскивать. Но по данным литературы, и кроме того, на нашем опыте, мы получили гораздо более протяжённую структуру, потому что при деградации этого стента вся протяжённость ткани, которая была под этим стендом, подверглась стенозированию. И потом справиться с этой структурой намного сложнее, чем со структурой, которая была до. Поэтому идеального стента для этой ситуации нет. Кроме того, по данным литературы, мы получаем, что есть сопоставимые данные с результатом дилатации. То есть что стентирование, что дилатация обладают примерно одинаковой эффективностью. Но при этом у стентов есть риск миграции. Есть ещё одно достаточно большое исследование. Здесь 232 пациента, но они достаточно разноплановые. Здесь не только послеоперационные структуры. Показано на левой таблице, что общий клинический успех при стентировании этих структур составил всего 24%. Это не очень высоко. При этом на правом слайде обведено, что количество серьёзных осложнений, практически жизнеугрожающих, у 17 пациентов при стентировании было выявлено. Кроме прочего, у 6% был выявлен стеноз на фоне постановки биодеградирующих стентов. То есть после того, как они уже рассосались. Поэтому, кроме всего прочего, стенты при доброкачественных структурах это достаточно дорогой в Российской Федерации метод. Он не избавляет пациента от постоянного присутствия в кабинете эндоскописта. То есть не всегда избавляет. Есть, конечно, редкие и успешные случаи, но это трудоёмко. То есть эндоскопист постоянно должен держать руку на пульсе этого пациента. Кроме всего прочего, он не даёт убедительных преимуществ по сравнению с дилатацией. Поэтому, по крайней мере, в рамках нашего отделения мы от стентирования доброкачественных структур отказались совсем. Какая у нас есть альтернатива при неэффективности эндоскопических методик? Это хирургическая помощь, хирургическая ре-резекция и формирование анастомоза нового, формирование обходного анастомоза, формирование пожизненной стомы. Но все эти методики, они, конечно, неизбежно приводят к снижению качества жизни. Кроме того, есть достаточно большие наблюдения, которые доказывают, что хирургическое вмешательство характеризуется высокой травматичностью и рисками осложнений, в том числе и летального исхода у этого пациента. Кроме того, никто не дает гарантии, что ре-настомоз также не подвергнется структуре и не придется бороться снова с этой проблемой. Еще один момент, то что чаще всего нет возможности формирования такого ре-настомоза, особенно если это низкие передние резекции или достаточно высокие резекции пищевода. Там просто нет места для формирования второго анастомоза. Когда переходить к хирургии, они зависят от настойчивости и терпеливости врача и пациента. То есть пациент должен быть подготовлен к тому, что ему предстоит достаточно продолжительный, нелегкий путь. Есть факторы неблагоприятного прогноза лечения, но это не значит, что этим пациентам стоит отказывать в эндоскопическом лечении и не браться за ним. Просто этих пациентов нужно заранее готовить к тому, что, скорее всего, в их ситуации процесс лечения будет достаточно долгим. Есть еще интересный факт, что при применении рентгеноскопии для контроля дилатации ведет к увеличению риска развития рефракторной структуры, а проведение неодювантной химиотерапии наоборот улучшает результаты. Поэтому, когда мы дилатируем, наверное, лучше отдавать предпочтение именно эндоскопическому контролю. С 2013 года нами пролечено 86 пациентов, третий из них отказали в лечении в других учреждениях. Больше половины этих пациентов из группы неблагоприятного прогноза и стойкая ремиссия достигнута у практически 96% пациентов и только 4 наших неудачи мы отметили. Часть из них – это местный рецидив опухоли, что, конечно, положило конец нашей дилатационной терапии. Случай был, когда был фиксирован изгиб сигмонин на кишке, просто происходил разрыв в этом месте. Здесь, конечно, другого варианта, как реоперация, нет. Итого, комбинация методов приводит к улучшению результатов лечения. Необходимо бороться практически за каждую структуру именно эндоскопическим лечением. Полная облитерация. Обязательно нужно пробовать полечить эндоскопически. И стентирование доброкачественных структуру не может являться терапией первой линии. Второе, наверное, более жизнеугрожающее состояние – это несостоятельность анастомоза. Это осложнение, которое встречается в более раннем послеоперационном периоде и имеет достаточно высокий процент случаев, а также высокий процент летальности. При несостоятельности в колоректальных анастомозах показано риск летальности до 32%, при пищеводных – гораздо более высокий, летальность до 60%. Можно пробовать хирургически, раньше это было принято, но доказано, что повторная операция еще больше повышает риск летального исхода у этой группы пациентов. Поэтому с развитием эндоскопии мы начали применять эндоскопические методы лечения. Какие есть возможности? Это клипирование, стентирование зоны несостоятельности и установка вакуум-системы. Клипирование. Сейчас на рынке огромное количество разных клипс, больших, маленьких. Любую можно выбрать. Достаточно красиво выглядят результаты. Но нами было проведено маленькое исследование, и мы отсматривали анастомозы после низких передних резекций, их старались найти раннюю несостоятельность, чтобы попробовать ее заклипировать. Мы попробовали так сделать у трех пациентов. На вторые сутки была найдена маленькая несостоятельность, мы ее заклипировали. На третьи сутки проверили, все держится. На пятые видим, что несостоятельность возобновилась. И вот на шестые сутки мы расширили вот эту зону несостоятельности и получили огромную полость. То есть мы пришли к выводу, что если уже анастомоз компрометирован, клипировать его, по крайней мере, в кишке бесполезно, потому что все равно полость уже есть, обсеменение за пределами кишечной стенки уже есть, и мы только закрываем именно дефект стенки, тем самым убираем возможность дренирования в просвет кишки. Мы применили клипирование у 10 пациентов. Эффективно было только у трех, причем все эти попытки были не на анастомозах. Это были ранения кишки и шов желудочного трансплантата. Только у этих трех пациентов это получилось. У остальных, к сожалению, нет. Поэтому клипирование не является основной решением проблем несостоятельности анастомоза. Стентирование показывает достаточно высокую эффективность от 50 до 80% по данным разных исследований, но проблема у них следующая. Есть разные диаметры анастомозированных органов, поэтому очень сложно подобрать группу пациентов, у которых возможно применение стентирования. То есть, допустим, при эзофагогастроанастомозе очень сложно подобрать стент таким образом, чтобы он перекрывал всю зону несостоятельности и перекрывал доступ к ней. Кроме того, сохраняется риск миграции. То есть, здесь нет структуры в этой зоне. Стенту особо не за что сдержаться. Внизу на слайде, на видео, представлена попытка стентирования эзофага энтера анастомоза. Успешная попытка. Видна под стентом зоны несостоятельности. Стент использовался частично покрытый. Через какое-то время мы пересмотрели пациента. Увидели, что верхушка стента непокрытой части полностью загранулировала, тем самым обеспечила герметичность вот этого анастомоза. Этот пациент поправился. Целесообразно стентировать когда? Тогда, когда есть возможность добиться герметичности, то есть диаметр сопоставимых органов, он примерно одинаковый. То есть, это колоректальная анастомоза и эзофага энтера анастомоза. При этом нужно понимать, что не должно быть ограниченной полостью, не дренируйте мой. То есть, либо мы применяем стент и дренируем хирургически, если есть такая полость, либо не должно быть полости, чтобы не было застоя вот этого инфицированного содержимого. Какой стент выбирать? Полностью покрытый, конечно, выглядит красиво, полностью закрывает зону несостоятельности. Но, как показано на картинке, сохраняется риск сохранения вот этого кармана, через который все равно поступает и слюна, и желчь, и так далее, чешечное содержимое в полость несостоятельности. Тем самым мы не добиваем герметичности. Поэтому лучше всего использовать частично покрытые стенты с надеждой на то, что верхняя и нижняя их части просто загернулируют, тем самым мы получим герметичный анастомоз. В чем минус еще стентирования? То, что есть риск увеличения дефекта анастомоза вплоть до полной его диссоциации, как случилось у этого пациента. Мы попробовали его полечить эндоскопической установкой стента, но при вскрытии обнаружили, что анастомоз полностью разошелся на стенде. Еще одной проблемой стентирования является извлечение стента. То есть, когда у нас верхняя и нижняя часть зарастают грануляционной тканью, очень сложно безопасно этот стент извлечь. Поэтому это большая техническая проблема. Как правило, все стенты, которые мы применяем, имеют специальную манжетку, которая позволяет этот стент сузить и достаточно безопасно, выворачивая его внутрь, вытащить из зоны анастомоза. Но все равно после извлечения сохраняется риск и кровотечения, а также риск перфорации органа, если не очень удачно этот процесс произошел. С 2015 года таким образом мы полечили 9 пациентов. Технический успех у всех, клинический у 7%. Поэтому эта методика достаточно эффективна, но в очень ограниченной группе пациентов. И, наверное, самое интересное, это вакуумная терапия. Недавний метод, который стал применяться. Показания к ЭВТ – это несостоятельность анастомозов при сформировании именно параорганной полости несостоятельности. Есть официальные губки, но в Российской Федерации они не зарегистрированы. Есть губки, которые мы каждый можем сделать сам. Для этого нужна губка открыто-пористая, полиуретановая, обычный зонд плепетания. Здесь показан процесс, как мы, по крайней мере, делаем эти губки. Обязательно нужно не забывать фиксировать эту губку к зонду и с дистального края. И нужно не забывать срезать кончик с зонда, для того, чтобы была возможность как захватом установить эту губку в полость, так и провести через канал зонда гибкий проводник и под контролем эндоскопа через гибкий проводник уже завести эту губку в полость. Для того, чтобы оценить размеры полости, ее конфигурацию, подобрать правильную губку и провести вакуум-терапию, обязательно необходимо получить доступ в полость. Для этого мы, по крайней мере, не очень сильно бережем уже несостоятельные анастомозы. Мы достаточно широко их рассекаем, для того, чтобы можно было завести спокойный эндоскоп полноразмерный, отмыть хорошо стенки полости, полностью осмотреть, потому что вроде дефект анастомоза небольшой, а посмотрите, какая огромная полость несостоятельности. Размер губки должен приблизительно соответствовать объему полости, именно для этого ее первоначально нужно осмотреть. И после того, как мы получаем положительный эффект, то есть стенки полости очищают, мы начинаем немножко уменьшать губку, для того, чтобы полость спадалась. Это достаточно быстро, потому что мы все равно каждый раз оцениваем результаты вакуум-терапии перед постановкой губки, поэтому сразу подбираем и размер. Менять мы обычно меняем каждые 2-3 дня, для того, чтобы губка не теряла свою жесткость и поры этой губки не забивались фибрином и гнойным содержимым. И для того, чтобы оно лучше выполнялось своей функцией. Необходим обязательно компрессор постоянного давления. Давление мы применяем от 120 до 150 мм в ртутного столба. Идеально, если это режим с меняющимся давлением, тогда в теории улучшается эффективность вакуум-терапии и меньше происходит ашемизация в камне. Что мы видим в динамике? На верхнем слайде представлен ректо-сигма-анустомоз. Это первый его осмотр. Мы видим сальник, который находится в малом тазу и отграничивает полость. Она достаточно протяженная. Мы выполняем установку губки в просвет этой полости. Причем стараемся поставить ее туда, где наиболее, скажем так, грязные стенки. Тогда губка прилегает... На нижнем слайде это при следующей смене, то есть через 2 дня. Мы видим, что полость абсолютно уменьшилась в размерах. Залипла та полость, которая была отграничена сальником. И видим, что начался процесс грануляции стены. То есть здесь достаточно хороший эффект. Мы видим очищение раны, появление грануляций, обычное закрытие свищевых ходов и уменьшение полости в размерах. Это происходит обычно к разным пациентам по-разному, но где-то 2-3 смены. После чего мы начинаем уменьшать губки в размерах для того, чтобы быстрее добиться спадания стенок в полости. Небольшие наши эффекты, красивые картинки. Плютя кишки после низкопередней резекции анастомоз конец в бок. На шестые сутки видим несостоятельность, грязная полость несостоятельности, пропитанная кровью с густками, фибрином. Через 6 дней, то есть это где-то 2 смены губки, мы видим стойкое очищение стенок в полости, появление грануляционной ткани. И через 17 дней мы получаем полную ликвидацию этой полости. Сигма-ректа анастомоз – полость 5 на 3 см. Через 9 дней мы видим, что анастомоз практически наполовину диссоциирован, но полость значительно уменьшилась в размерах. И через 25 дней мы видим небольшой дивертикул в зоне несостоятельности, но полную эпидализацию. Ректа сигма-настомоз на 8-е сутки. Через 12 дней полость значительно очистилась и уменьшилась. Через 15 дней мы видим небольшую полость, которая полностью дренируется в просветке шпи, то есть здесь уже продолжение вакуум-терапии не нужно. Когда заканчивать вакуум-терапию? Как раз ответ на предыдущем слайде, когда мы получаем контролируемое дренирование. Это широкое устье и малая остаточная полость, и отсутствие освещевых ходов, по крайней мере визуальных. Какие есть лайфхаки, скажем так? Если полость очищается медленно, и мы видим, что фибрин достаточно устойчиво держится на стенках полости, можно поставить проточно-промывную систему. То есть обычно трубка вот капельницы заводится в стальную часть этой полости, и за счет смены вот этих растворов происходит значительно быстрее очищение полости. Если полость имеет различную конфигурацию, отроги, ответвления, можно поставить 2-3 губки. Это на комфорт пациента практически на самом деле не влияет. С 2015 года пролечено 40 пациентов. Толстая кишка 28, верхний отдел желудочно-кишечного тракта 12. Летальный исход у двух пациентов при несостоятельности пищеводных анастомозов. Толстая кишка, к счастью, все живы. Методика показала свою клиническую эффективность у 90% пациентов. Сложно достаточно объективно подойти к оценке этой методики. Но мы видим, что, по крайней мере, основное отделение, которое занимается операциями на животе, обдоминальная онкология, оно с 2012 прогрессивно увеличивает количество своих операций. Но в 2015 году, когда мы начали ставить губки, мы видим, что летальность начинает резко падать. Мы, конечно, это берем на свой счет и ассоциируем именно с применением вакуумной терапии. Итого по несостоятельностям. Клипирование – это очень ограниченная методика. Она может использоваться на ранних сроках несостоятельности, но эффективность ее, конечно, низкая. Стентирование хорошо, но в очень ограниченной группе. И вакуумной терапии – это классный способ, который, наверное, на данный момент должен рассматриваться как лечение первой линии у пациентов с несостоятельностью анастомоза. Спасибо. Спасибо.